В ходе прямой линии Артур Парфенчиков определил сферы деятельности, которые не будут работать до улучшения эпидемиологической обстановки. В республике по-прежнему приостановлена деятельность кинотеатров, музеев, зоопарков, спортивных организаций и прочих компаний, предоставляющих услуги в сфере отдыха и развлечений. В ближайшее время также не будут проводиться конференции и выставки. Сохранятся ограничения в работе объектов общественного питания, розничной торговли и туристического показа. Глава республики отметил, открытие непродовольственных магазинов сейчас напрямую зависит от организованности граждан. В первую очередь от соблюдения мер безопасности. Очень много вопросов по непродовольственным магазинам. Я сегодня людям говорю, я тоже считаю, что настало время, мы можем уже сегодня с точки зрения нашей готовности открыть непродовольственные магазины за одним условием. Мы должны увидеть на примере работы тех организаций торговли, аптек, банков, стоматологий, фотосалонов и так далее, что наши люди услышали, что мы поняли, что это наша общая задача. Будут и послабления. С 15 мая разрешается работа индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся дополнительным образованием, при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Разрешили открыться и некоторым предприятиям в сферу услуг – фотоателье, парикмахерским и стоматологиям. До этого момента у нас работала стоматология только в части оказания неотложной помощи. Это было прописано в распорядительных документах. Несмотря на то, что АКВЭД позволял работать, но вид услуг был ограничен. С 15 мая мы открываем и все другие виды стоматологических услуг. Что касается парикмахерских и салонов красоты, их деятельность разрешена уже с 12 мая, но также при соблюдении мер безопасности. Например, в чистых районах обязательный учет клиентов, дезинфекция, ограничение по количеству людей в одном помещении и соблюдение обязательного масочного режима. В остальных районах требования будут более жесткими. Осуществлять свою деятельность могут только учреждения с отдельным входом с улицы. В связи с острой необходимостью приобретения дезинфицирующих средств и аппаратов, Дмитрий Родионов прокомментировал ситуацию с возмещением средств, потраченных на их приобретение. Сегодня такая компенсация у нас на уровне регионального закона заведена. И соответствующие компенсации, соответствующий отбор мы планируем объявить в мае, для того, чтобы в июне все предприниматели, которые сегодня будут находиться в тех видах деятельности, работа которых будет вести с ограничениями, куда относятся салоны красоты, они смогут обратиться и получить соответствующую компенсацию. Обязательный масочный режим стал одной из главных тем прямой линии. С 12 мая надевать защитные маски обязательно при посещении магазинов, аптек, медицинских организаций и любых других общественных мест. Губернатор подчеркнул, если организация будет обслуживать человека без маски, то отвечать будут все. Артур Парфенчиков отметил, что вирус пришел к нам надолго, и всем придется привыкать к новым условиям. Если граждане начнут более ответственно относиться к введенным мерам безопасности, следующее ослабление ограничительных мер, такие как начало работы непродовольственных магазинов и общественного транспорта, не заставят себя ждать.